Систематизация и донесение до широкой общественности объективной информации о причинах армян-азербайджанского конфликта и последствия агрессии со стороны Армении. Именно этим целем служит проект «Карабах-центр», презентация которого состоялась в Баку. Создан он фондом возрождения Карабаха по инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибана Ливой. Многочисленные материалы данного интернет-ресурса предоставляют возможность на конкретных примерах ознакомиться с масштабами ущерба, нанесенного материально-культурного наследия азербайджанского народа в Карабахе, биоразнообразию этого региона, его природным ресурсом. С этой призмы, по словам министра экономики Азербайджана, председателя наблюдательного совета фонда возрождения Карабаха Микаэла Джабарова, это является хорошим началом. Данный портал, с одной стороны, позволит инвентаризировать нынешнюю ситуацию, а с другой информировать зарубежную аудиторию по данному вопросу, подчеркнул Микаэл Джабаров. Интернет-ресурс Карабах-центр будет представлен на разных языках. По словам министра, проводимые работы в данном направлении не должны ограничиваться онлайн-пространством. В центре всех этих задач стоит главная цель – восстановить жизнь в Карабахе. История видела такие разрушенные города, как Сталинград, Сараева, Хиросима. Однако за последние десятилетия ни в одном регионе не было зафиксировано подобных разрушений, которые произошли в Карабахе. Такое больше не должно повториться в истории человечества. Масштабы разрушений в Карабахе должны быть продемонстрированы миру. Разрушенные памятники будут восстановлены. Нужно проводить работу не только по восстановлению, но и для устойчивого развития освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. Мы должны работать не только для восстановления освобожденных земель, но и для их устойчивого развития, в том числе продолжить работать над созданием зеленой инфраструктуры и умных сел. Мировое сообщество не раз сталкивалось с примерами разрушений вследствие войны, но это несопоставимо с масштабом разрушений учненных Арменией на азербайджанских землях. Экологический террор Армении нанес серьезный ущерб окружающей среде Карабахского региона. Разграбление этой страной природных ресурсов, освобожденных территорий, привело к нарушению экологического баланса. Редкие растения, а также 40% ресурсов минеральных вод Азербайджана расположены на освобожденных территориях. Армения продолжает загрязнять трансграничные реки Азербайджана. Необходимо положить этому конец. Внимание мировой общественности должно быть направлено именно на данный факт. Мы выразили протест с соответствующим международным структурам, занимающимся экологическими вопросами в связи с загрязнением Армении реки Охчучай. Пригласили их в регион, чтобы они посмотрели, увидели все воочию, но до сих пор нет никакой реакции. Освобождение Карабаха и прилегающих к нему территорий обнажило ужас и масштаб разрушений, нанесенных армянскими оккупационными силами данному региону Азербайджана. Фото- и видеосъемки, осуществляемые на этих землях, наглядно демонстрируют всему миру весь масштаб разрушений. В первую очередь, конечно же, мы посредством такого проекта, как Карабах-центр, доносим правду, доносим истину до общественности, как своей, так и международной. Во-вторых, изучение масштабов ущерба позволяет правильно осознать масштаб работы, которую нам предстоит проделать. Господин президент говорил об этом неоднократно и, в принципе, это очевидно, что возрождение Карабаха, восстановление этого региона является общенациональным делом. Создание на освобожденных территориях зоны зеленой энергии будет способствовать сохранению уникальной природы всего Южно-Кавказского региона. В Карабахе с применением современных технологий появится зона зеленой энергетики. Будут посажены миллионы деревьев. Специалисты уже приступили к подготовке третьего издания Красной книги Азербайджана.